Из этого ролика ты узнаешь как работают мембранные и механические клавиатуры, чем различаются свечи и какие бывают размеры клавиатур. Мембранные. Дешевые, простые и распространенные. Пластиковый стержень продавливает мембрану, ее нижний слой начинает проводить ток от проводящей дорожки. Срабатывает клавиша и сигнал передается компьютеру. У таких клавиатур полный ход, пока не продаем клавишу до крайнего положения она не сработает. Для этого нужно применить усилия от 25 до 150 грамм. Отпускаем клавишу, эластичная мембрана ее возвращает. Расстояние между крайним и положением в покое равно длине хода. У мембранных оно от 2,5 до 4 мм. Для клавиш характерен люфт и приглушенный звук нажатия. Ножничные мембранные. Вместо стержня ножничный механизм. Он заметно меньше, длина хода от 1 до 2,5 мм. Усилие в 65-100 грамм и клавиша продавливает мембрану и замыкает контакт. Из-за конструкции люфт меньше, а звук нажатия более выразительный. Такая конструкция применяется в тонких клавиатурах и ноутбуках. Механические. Каждая клавиша имеет свой переключающий механизм, в котором замыкаются металлические контакты и идет сигнал на компьютер. При достаточном нажатии на кейкап клавиша срабатывает, обычно на середине длины хода. Также клавиша быстрее возвращается в исходную позицию, чем у мембранных. Переключающих механизмов, свечей, несколько видов и у них разные производители. Самый известный – черри, его переключатели MX и его многочисленные клоны. Например, гетеран, рейзер, кейл, отему, афотек. И зачастую клоны используют цветовую палитру оригинала. По цвету можно определить, какой перед вами вид переключателя. Линейный – относительно беззвучная, без клика, легкая и равномерная, то есть без увеличения сопротивления нажатия. Тактильный – при прохождении порога срабатывание увеличивается сопротивление. Оно дает понять, что клавишу можно отпустить. И тактильно кликающий. Сопротивление в паре с характерным кликом при срабатывании. У всех производителей красные, черные и белые свечи – линейные. Коричневые – тактильные. Голубые и зеленые – тактильно кликающие. Другие цвета. Cherry MX Speed Silver. 1,2 мм ход клавиши до срабатывания – это самые быстрые линейные переключатели. Cherry MX Clear – тактильные. Gateron Clear и Yellow – линейные. Единственный неповторимый рейзер решил немного выделиться и сделал зеленый, как MX Blue, оранжевый, как MX Brown и желтый, как MX Speed Silver. Различаются они и по силе нажатия. Некоторые клавиатуры позволяют менять свечи без перепайки. Ход свап. Оптомеханические переключатели. Вместо металлических контактов – луч инфракрасного излучения. При нажатии клавиши открывается отверстие, через который луч попадает на датчик. Время отклика и силы нажатия меньше, чем у обычной механики. Однако такие переключатели не поддаются обслуживанию, а если выходит из строя датчик – клавиатуру на помойку. Какие свечи выбрать – полная вкусовщина. Перед покупкой желательно полапать клавиатуры с различными свечами. Условно можно сказать, что линейные для игр, а тактильные, универсальные и удобные в печати. Кликающие для тех, кто любит погреметь. Существует два формата клавиатур – ANSI и ISO, и различаются они по расположению и размеру клавиш. У ANSI – Enter вытянутый и однорядный, Shift левый и правый оба длинные, бэкслэш над Enter и чуть короче. У ISO – Enter высокий в два ряда, Shift левый короткий, правый длинный. Два бэкслэша, рядом с левым Shift и Enter. Размеры. Классические ANSI и ISO, у которых 104-109 клавиш – это стопроцентные клавиатуры. У 80% убран цифровой блок. 75% – это 80% с более плотно расположенными кнопками. 65% – убраны клавиши F1, F12 и большинство системных клавиш. 60% – нет стрелок и системных клавиш. 40% – убраны верхние цифровые клавиши. Чтобы ввести цифры, нужно переключить раскладку. На этом все.